Здравствуйте, я Алик из Саратова с братом Рафика. Немножко овощи и фрукты на рынке торгуем, я все знаю, во всем разбираю, все понимаю, еще у меня жена Этери есть, она мне вопросы задает. Ну давай, сколько ждать можно? Что там приготовила? Алик, группу рук вверх не пустили в Эстонию, а Маша Захарова обиделась очень сильно так. Не шумите, любишь светскую хронику, тоже лазишь. Да, вот это Министерство иностранных дел Эстонии запретило на 5 лет заезжать на территорию своей страны российской группе руки вверх, потому что группа руки вверх ездила в российский Крым. Все, 5 лет в Эстонию не ногой. Маша Захарова, наша дипломат, как только она об этом узнала, сразу так разозлилась и сказала, что Эстония превратилась в репрессивную страну. Моль, вы раньше хотели демократию, а вон кем вы стали, запрещаете, не пускаете, вымариваете. А еще группа, это группа, хотели сказать, ЛДПР, ну в принципе, одно и то же, да, партия. ЛДПР предложила вот Рома Жуков, который есть униксалист группа руки вверх, наградить его званием заслуженный артист России. Ну, ЛДПР, если сейчас они маются, ну без Жириновского, там они как беспризорнички, не знаю, что им придумать, да. Я вообще не знаю, что эта группа до сих пор существует. Они начали песни петь, когда мне было 17 лет, я помню, там, где же ваши ручки, что-то покажите их, и надо, если до сих пор они поют, получается, ой, мама. Вот, что я могу сказать, Маше, ох, золотая ты моя Маше, ядреная с перцем, я все понимаю, на Эстонию ты смотришь и говоришь, что они репрессивная страна. Далеко смотреть так не надо, вот сюда посмотри на Россию и перечисли, посмотри, узнай, сколько российских групп, российских артистов за последнее время запретили выступать в России. Их внесли в черные списки, им не дают площадки для выступлений, им отказывают, одного даже судить хотят. Понимаешь, вы все время жалуетесь, что там отминают русскую культуру, а в России что с ней делают? Театры закрывают. Машенька в зеркало смотреть надо, дорогая моя, в зеркало. И вообще любому человеку я хочу сказать, если ты хочешь найти источник своих бед, то прежде посмотри в зеркало. Возможно, после этого и искать ничего не нужно будет. Субтитры создавал DimaTorzok